Никто не даст нам исправления, ни Бог, ни царь, ни герой, Добьется ты освобождением, Своей усовственной рукой. Представляется первому заместителю фракции КПРФ в Государственной Думе, члену президиума ЦК КПРФ, первому секретарю Ростовского областного комитета партии Коммунистической партии Российской Федерации, Коломейцеву Николаю Васильевичу. Дорогие земляки, что произошло после 28 июля? 21-го единороссы по приказу президента собрали якобы представителей всей России. Для чего? Для поиска путей разрешения конфуза? Или все-таки для адвокатской деятельности по убеждению необходимости людоедской реформы? Последнее. Что произошло? Президент выступил с полчасовой речью, пытаясь быть адвокатом негодяев, подготовивших эту реформу. Он разве предложил нам, чтобы мы уменьшили зарплату этому хлопчику Назарову, 2 миллиона рублей зарплата в месяц, который, поучившись в Канаде, в Великобритании, приехал рисовать законы по окончательному убиению страны? Нет. Разве он предложил уменьшить аппетиты своих друзей-подельников, которые, как правило, граждане иностранных государств, как-то Тимченко, как-то Виксельберг, как-то Ротенберг, как-то Абрамович. Вы ведь посмотрите. Многие, в принципе, слушая витиеватые речи о патриотизме, за 18 лет убедили себя, что якобы он думает о стране. Но вдумайтесь, на 2000-й год в России было 7 долларовых миллиардеров. Через 18 лет правления Путина их стало более 100, только официальных. Сегодня 80% рудников и качалок принадлежит вот этим офшорным олигархам, семьи которых живут там. Президент соврал вам о том, что у нас якобы нет денег. Сами вдумайтесь, за 5 месяцев этого года только от цены на нефть на Запад перевели 2 триллиона рублей. Утечка капитала составила 31 миллиард долларов, кроме того. Почему? Потому что либерализировали валютное законодательство. Разве он предложил, чтобы Ростнефть, руководитель которой получает 4 миллиона в день, всечен его фамилия, уменьшил свои аппетиты и получал их хотя бы в месяц? Нет. Разве он предложил, чтобы Миллер перестал финансировать футбольные и другие клубы за границей и жить, как персидский шейх? Нет. Разве он предложил, чтобы чиновники, которые не выполнили его 11 указов, которые правильно предполагали 25 миллионов рабочих мест высокотехнологичных, но соврали и не выполнили, привлечь их к ответственности? Вы об этом слышали? Я нет. Мы проехали за это время 21 муниципальное образование и все шахтерские города, смотреть на которые без слез невозможно. Город Шахты уменьшился более чем на 60 тысяч. Город Гуково уменьшился и Зверево наполовину. Город Новошахтинск не только уменьшился, но он весь трудоспособный люд работает в Ростове и окрестностях. В селе вообще полная безнадега. Ни курицы, ни утки, ни гуся, ни свиней, ни коров. Идет геноцид против собственного народа под разговоры о необходимости. Но вы ведь посмотрите, попытались ли гнуть и советскую власть, что в 30-х годах принят этот закон. Я вам напомню, 100 лет назад молодая, окруженная Антантой страна приняла законы впервые в мире в 8-часовой рабочий день. Это было или нет? А сегодня кто работает меньше 10 часов, поднимите руку. Нет таких. Молодая советская страна приняла законы, гарантирующие равенство мужчин и женщин. Это было или нет? А сегодня попробую строиться женщина, да и мужчина после 45 лет. Молодая советская страна приняла безграмотную страну, где 86% не умели читать и писать, организовала 4-х летней всеобучи от мала до велика научили читать и писать. Избы читальни были построены в каждой деревне. Поезжайте сегодня. В советское время построенные дворцы культуры и клубы или завалились уже, или закрыты, или превращены в торговлю. Какое население и какой народ они хотят получить, если не дают образование, потому что баба Яга вытравливает последние знания из школы. Вы ведь посмотрите, меня поразило вчера, 1 сентября, то, что в школах в подавляющем большинстве ростовских на линейку пригласили только первый и одиннадцатый класс. У меня внучка плакала полдня. Говорит, как же так? Дитё готовилось, что тоже пойдёт на линейку, понимаете? А сколько ещё детишек, в принципе, им просто вытравливают, что школа – это замок знаний, понимаете? Или храм знаний. У нас ведь получается, что и профессия не нужна. У нас сегодня моя альмаматор, Донской технический университет, поглотил уже почти все университеты. А я вас спрашиваю, машина строить или строить – это разная профессия? Разве можно ужа и ежа вообще-то выращивать в одной клетке? Ужа сразу будет поглощён ежом. Но страшно то, что хоть три красных диплома они получат, кто их ждёт. Поэтому мы настаиваем на том, что эта пенсионная реформа не обоснована. Вам президент говорил – 267 миллиардов надо. Ложь. Я вам сказал – 2 триллиона только на нефти. Но вы посмотрите, они ведь спекулируют и на валюте. Зачем нам доллар подавляющему большинству? Но те, кто имеет деньги, сегодня едут отдыхать, турцы, шмурцы и другие. Таких же тоже грабят, понимаете? Потому что одно дело – курс доллара 50 рублей, а другое – 68. Поэтому я завершаю выступление. К чему вас призываю? Никого не слушайте о том, что всё решено. 22-го в субботу будет третья всероссийская акция. И я вас просто прошу и умоляю. Надо всех молодых людей. Это прежде всего касается молодых людей до 50 лет. Это вас хотят лишить будущего и настоящего. Почему? Каждый из нас, работая, откладывает 108 зарплат на пенсию. Никаких дотаций государство не даёт. А максимум получает 43 назад. Я вас спрашиваю – а где ещё 57? Все у кого-то по карманам. Поэтому это вообще-то ничем не обоснованная ложь о том, что в пенсионном фонде нет денег или в государстве. У нас просто государство слушает узкой группе ограниченных людей, давно забывших, что такое Россия, им по барабану, как живёт Россия. Здесь, товарищи мои, оговорились, в 61 регионе Российской Федерации мужчины не доживают до 60 лет. И самое страшное – у нас 28 миллионов наших сограждан работают в конвертной системе. И за них все, кто владеет и платит в конвертах, не платят ни в один из социальных и пенсионных фондов. Это прямое воровство народных денег и нашего будущего. Но разве этим обеспокоен президент? Нет. Он обеспокоен, чтобы его ближние друзья продолжали жреть и разворовывать Россию. Прекратим разворовывание России. Позор президенту и правительству, который одобряет уничтожение собственного народа. Позор! 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 В отставку! В отставку! Я прошу вас, 22-го мы должны на театральной площади собрать людей, чтобы не хватило места на театральной площади. Я убеждён, что если мы каждому своему сыну, дочери, соседу, соседке, брату, сестре объясним, что на самом деле суть этой реформы не в том, чтобы повысить. Вы же смотрите, они забрались. Топилин врет тысячу в месяц. Не я же, он говорит. Следом выступает Медвенев, говорит, тысяча в год. Выступает Кудрин, говорит, тысяча в месяц. Выступает президент, говорит, тысяча в год. Но я посредине хочу акцентировать ваше внимание. Посмотрите, кто является адвокатами вот этой людоедской реформы. Кто такой Кудрин? Это замшелый Гайдаровец, который отнял. Кстати, президент соврал вам о том, что сохранят льготы. Я вам напомню, в 2007 году 122-м законом подавляющую часть льгот эти же единороссы отменили. Мы с вами в прошлом году, в феврале, пытались отстоять бесплатный проезд льготы на коммуналку для пенсионеров. Их же урезали, вы вспомните, по полторы, по тысячу семьсот, доплачивали. Теперь справок пойдешь, соберешь больше, чем эта льгота. Но это же прямой отъем. Это говорит о том, что ни президенты, ни губернаторы реально не знают то, чего у них есть. А это происходит потому, что посмотрите, что в списках сегодня партий, которые баллокируются на выборы. Список «Единая Россия», партия сверхбогатых людей. Ростова и окрестностей и бывших начальников. Проверьте меня. Комиссия избирательного нарушения закона до сих пор не опубликовала на сайте сведения об имуществе и доходах. Почему? Потому что там сотни тысяч гектар земли присвоенной. Там миллиардное состояние. Там миллионные зарплаты. Но это же нарушение. Люди обязаны знать. Посмотрите, их запасные право власти пытаются лишить людей слова. Пытаются не дать прийти на выборы и отдать свой голос. Поэтому никого не слушайте. Надо обязательно идти на участки. Надо обязательно голосовать. Тогда вы не дадите негодяям, которые за 30 серебряников торгуют интересами страны, бросить место вас. Мы вас просим помочь в контроле на выборах. Потому что главный резерв сегодняшней единой России это голосование по месту жительства. Когда бюджетников посадят в маршрутке и будут возить через участок, имитируя явку. Это ведь брехня была ими проверена на выборах президента. Разве тут есть 8 человек из 10, которые голосовали за Путина? Я уверен, что нет. Было наглое рисование. Было наглое давление на тех, кто зависим. Было сверхсценичное переписывание протоколов. Если вы хотите, чтобы дальше вам ввели еще и плату за воздух, вдохнули, заплатите, выдохнули, заплатите в два раза больше, тогда оставайтесь пассивными. Терпеть уже некуда. Я вам скажу, что то, что происходит на Донбассе, это тоже предательство интересов Российской Федерации. Там наши с вами братья и сестры. Это области Великого войска Донского. Они страдают уже больше, чем время Великой Отечественной войны. Скажите, если вы по телевизору якобы за них, почему вы сделали так, что их доходы 3000 рублей и они находятся в скотском состоянии? Почему вы позволяете, что каждую ночь бомбят школы, жилые кварталы? Неужели у вас нет ничего? Но телевизор вам, 224, сообщает, что мы самый большой инвестор Украины. Почему вы рассказываете, что перекроете газ, но до сих пор не перекрыли? Почему? Потому что Владимир Ильич Ленин правильно сказал. Буржуазия ради своих интересов всегда предаст интересы народа и страны. С моей точки зрения, там происходит предательство интересов. У нас и что происходит? Новошахтинский НПЗ поставили, а владелец кто? Двойной олигарх Ахметов. У нас разве сегодня рабовладельческая эксплуатация не происходит в отношении луганских и донецких наших сограждан здесь? Они почти все работают в конвертах и за значительно заниженную зарплату. Это разве правильно? Разве власть этого не знает? Поэтому завершаем выступление. Давайте станем организованным народом. Давайте, мужики, перестанем бухать. Надо подумать о будущем своих детей и внуков. Надо организоваться и вымести всю эту нечисть. У нас ведь вот стоит группа. Ни одного голоса, Единой России и ее сателлитом. Вместе организованно победим и возродим свою страну. Спасибо вам. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ